Значит, этот тоннель это не исключительное в нашей ячейке событие, которое постоянно даже в нашей ячейке происходило не один раз. И темные, которые захватили нашу ячейку, они очередной раз хотят обыграть ту существующую модель, которая уже происходила. Вот эти подземные города, которые существуют у нас на планете, большое количество из них это дань тем временам, когда люди жили под землей и не знали, что существует это солнце и так далее. Много подземных городов посвящено этим, много тем. То есть сами они всегда себе на поверхности делают небольшой город, визуально мы можем его представить, как нам картинки показывают Атлантида, то есть он всегда в форме круга, многоярусный. Ну, как Джак Фреско говорит, можно сделать город, где будет полностью, каждый человек свободен и все будет автоматизировано. Но это все чушь. Эти города всегда подпитывают снизу от жителей, которые его спонсируют. У этих жителей подземных всегда есть тайные, скажем, проводники, вот как сейчас у нас есть тайные проводники между сотами, которые постоянно шарятся. И, кстати, Гитлер-то все-таки ушел на подводных лодках в соседнюю соту и там на краю они основали все-таки эту швабию. Я не знаю, их сейчас может уже коренные жители этой соты уже, может, и грохнули. Но та же ситуация была и в нашей соте, когда на остров Шри-Ланка и соседние соты это прибыли тоже в летающих тарелках и высадились. Поэтому то, что Гитлер ушел, точнее его люди в швабию и живы они сейчас или нет, это неизвестно. Поэтому у них всегда есть проводники, которые, посредники, которые общаются с верховным правительством, которые живут на верхних городах и для нижних жителей. То есть, как бы, как это, мастер участка, да? Ну да. Ну вот, который директору завода сообщает, что добыто столько-сток. Почему? Потому что основная миссия на самом деле, те, кто темные, у них вообще задача другая. У них цель максимально выработать все полезные ископаемые наши ячейки в полном объеме. То, что даже для нас не представляет никакой ценности, потому что мы примитивны, в соседних ячейках это все будет, в соседние соты это все будет вывозиться. То есть, опять же, вот эти надземные кураторы, это всего лишь поставленные гауляйтеры для того, чтобы основную функцию выполнять. Но людей загоняют под землю с единственной целью, с одной из единственных целей, контролировать проще, затопить там это. А пока мы на поверхности, мы еще можем группироваться и понять, что к чему и почему. Так, но если нас загонят под землю, значит, работа будет продолжаться уже под землей? Да, да, да. Да, да, да. Причем намного проще с точки зрения техники реализовывать это все для них. Да. Я просто прочитал, посмотрел вообще, что это за тоннель, в принципе, потому что про него многие говорят, что он открытый. А, собственно, вообще, что это за тоннель, куда он везет, я даже не знал. Я посмотрел, там, почитал, в общем, в принципе, это достаточно, ну, такой, ну, за него много заплатили, но это тоннель один из многих тоннелей. Он там от какой-то деревни до какой-то деревни идет, и просто сокращает на час движение там от какого-то города до какого-то города в Швейцарии. И, собственно, все. То есть, это не какой-то там, знаешь, под Ла-Маншем между Лангей и Францией. Там нет, это просто стандартный тоннель в одной стране, взятый между двумя деревнями, там, условно говоря. Ну, хотя на него потратили несколько миллиардов долларов, но, в принципе, это не такое сооружение, на мой взгляд, гигантское. Это для нас сказали, там идут в этом тоннеле разветвления уже вправо-влево, штрихи восстающие. Ну, вполне возможно, просто я говорю, что вот по-записиозу. Они не могут сейчас, допустим, да, те, кто выше мирового правительства, не могут загнать сейчас нам, допустим, гигантскую какую-нибудь летающую тарелку, которая у нас на глазах будет вырабатывать ископаемые. Поэтому они загоняют людей всегда под землю, и новорожденным уже показывают эти тарелки как машина бога, и они нормально это воспринимают. То есть, нам сейчас показать этот летающий объект, это будет шок. А те, кто... Скажи, пожалуйста, Слав, я на телефон это напомню. Да, 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 пожалуйста. О, да, здорово. Хорошо, ладно, договорились. Договорились, да, давай. Да, давай. Два кусочка колбаски у тебя лежали на столе. Алло, ты тут? Убил, 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 убил. А, ну я так делал аджику сам. Вчера дал другу попробовать на кончике ложки. Он побежал, чуть в ванну воды не выпил. А я эту аджикует, чайными ложками просто ем, и у него глаза на лупу лазят. Фишка в чем? Большая концентрация перца, но я к нему просто адаптирован. Помогает мне разжижать кровь, и когда она разжижается, я не испытываю проблемы со своим сахаром. То есть, когда сахар, ну как бы... Сахар бы... А? Ну, нет, теперь уже не достаю, потому что у меня целая банка. Я вчера аджики сделал, ну там, конечно... Разжигает, да? Ну, нет, для неподготовленных людей психика не выдержит. Как еще после... Оно само по себе очень острое? Ну, невыносимо острое. Вот этот парень из Испании хороший ролик сделал. А, вот что я хотел тебе рассказать. Ты мне про допросный тоннель давай. Сейчас, я на него плавно перейду. Тема очень интересная, и с твоим профессионализмом, если ее подать. Ты мне столько-то будешь бросать или нет? А что, я не тебе скинул? Ой, блин, я жанки скинул. Ой-ой-ой-ой, удалить. Я жанки скинул. Да даже не будет, смотрите, что там будет. Да, да. Не будет, но все равно это. А если даже и будет, она ничего не поймет. Не поймет. Не, святой человек живет в своем мире. Нас хотят под землю запихнуть. Насильно. Ой, не насильно, чтобы мы добровольно туда зашли. Станция, не пляскана. Ну да. Так, секундочку, они опять звонят. Мы сейчас делаем этот ролик. То есть, в принципе, в нем отлучено, как ты говоришь. Верно. То, о чем мы, да, говорим. Ну, опять интернет пропал. Ну, что ты будешь делать? Ну, ты видишь, интернет пропадает у меня. Да, вижу, вижу. Какого-то числа я, где-то, там выступил. Потом какое-то число я вышел новый ролик. Потом какой-то бред вообще. Ну, короче, тебя не существует, ты проект. Ну, я знаю, конечно. Я вот... Вот у меня ролик, честно, я, наверное, сотого земля лесов нет. 62 тысячи, он скоро мой основной побьет, наверное. А мы с ним там разговариваем, да, разговариваем? Ну, в принципе, да. Надо будет про этот Котропский тоннель сделать, конечно, ролик. Кстати говоря, вот этот... У Кунгора уже на последний ролик, он про опять со своим маятником Фуко, уже, честно говоря, уже достал. Мы уже сколько было говорим об этим маятником Фуко, я уже давно знаю, что маятник Фуко вообще никакого... Это не доказательство вообще. Это просто, ну, шляпа. А он опять со своим маятником Фуко лезет в Кунгора. Даже вот Купсов, кстати говоря, вот я сейчас мне... Ой, это красавец, это вообще царь. Вчера он расстроился, я говорю, мы компьютерная игра. А он говорит, а почему, когда мне по морде бьют, больно? Ну, это просто такая, там, реализация хорошая. Да, да. Я говорю, максимально реалистично. Говорю, тяжело жить. Да, максимально реалистично. Ну, а он говорит, а что такое по морде? А как же приятное делаешь? Приятное же, правильно? Да, да, да. Либо, чтобы вообще ничего не чувствовать, тогда и приятное чувствуешь, да? То есть, как бы, приятное. Да, кстати, классно подмечено. Ну, я хочу обязательно... Ты мне вот правильно таки сказал. Я хочу его динамитетачить. Он мне адрес выяснил. Ну, я поеду в Москву. Вот сегодня уже вечером. Завтра буду в Москве. Я к нему хочу обязательно зайти. В гости. Мало вероятно. Мало вероятно. Это с трудом. Я его просто достал. Иногда мы с ним беседовали. Я вообще не знаю, как этот ролик домонтировал. Он там вообще говорит. А я... Причем он на одном этапе. Он начал переходить тоже о третьем лице. Обо мне говорить. Не ты говорить. А как он сказал. А вот потому что Котляров вот именно потому, что так и думает. И именно такой человек. И только из-за этого зеленые с ним связались. Ну, вот их зелеными называть. Я их светлыми. Ну, я не знаю, что он их зелеными называет. Ну, это... Ну, я их светлыми-то называю. Он про зеленых добро рассказывает. Они помогают. Ему там пару раз помогли. Это... Ну, вот. Ну, он их что-то зелеными называет. Блин, ну, надо знаешь как? Тогда ты... Надо сейчас. Может, не откладывать. Молчан, добавить его. Ну, давай, давай, давай. Добавляй. Может, отошел голубей покормить. У него голуби? На балконе живут, да. Еще у него какой-то алкоголик живет в соседней комнате, который ему кроу пьет. Да, что там. О, Андрей Григорьевич, город Харьков, Вячеслав Котляров на проводе. И мой друг Сережа Тарасов. Ребята, мне нам надо с соседями разобраться с одним протоколом собрания. Так что я как бы услышал ваш сигнал. Но на 4 минуты я их светлю. Хорошо, добренько, добренько, дядя Андрей, добро. Здорово, здраво. Ну, то есть, понял, видишь, с соседом протокол какой-то. Весь даже ролик, Серега, ты тут? Да, я слушаю. Я прикололся, начало вырезал из одной беседы. Его кто-то снял. И он в этом ролике говорит. А где вот этот самый главный по ячейкам? У него спрашивают, котляров что ли? Он говорит, да. Главный по ячейкам. Да уж. Не, он, у него в планах, короче, это, собственно, собрать, сделать партию и спасти мир. Ну, как вот дядя Андрей говорит. Надо подписи собрать. Ну, я не знаю, это утопия, на мой взгляд. Да, конечно, с современной политической системой там не имеет значения вообще, какая у тебя будет партия, большая, маленькая и так далее. Это абсолютно... Я же вот был на этой дискуссионной площадке, там были представители молодой России, партии какой-то. Ну, просто, ну, они вообще не понимают, как она устроена. Просто, ну, они думают, что они там смогут какие-то выборы пройти, там, что-то там, поменять. Ну, просто, ну, клоуны. Угу. Смешно, смешно просто. Просто смешно. Но главное адрес узнать и договориться, чтобы я приехал нормально. Я могу заскочить, я могу просто сделать ролик нормальный, не вот этот, не через скайп, а нормальный. Это понятно. Да, и вопросы главные такие надо какие-нибудь подобрать интересные. А, ну, вот это ж, стою вчера, курю, возле балкона, такая маленькая девочка, цветок больше, чем она, подходит, и желтый цветочек срывает. И мама с коляской кричит, не надо. А я рукой махшу, улыбаюсь, говорю, да пускай срывает. Ну, что там, дедынка. Правда, он единственный был, у меня под балконом зелень и единственный зеленый желтый цветочек. Но я так и обрадовался. Кстати говоря, я нашел специальный испанский сериал, посмотрел первую, первые две серии испанского сериала. Ты ж, конечно, не извиняй, но испанский сериал мне понравился больше. Да? Ну, я рад. Ну, видишь, разные вкусы, все хорошо. Потому что наши, ну, отвратительно играют. Видишь, как это разная вода. Отвратительно, да. Актерская игра никакая абсолютно. И главное, что мне не понравилось, это то, что абсолютно все связано с испанцами. То есть, ну, вплоть до каких-то вот маленьких мелочей, до каких-то таких вот, ну, я не знаю, там, помнишь, вот самая первая серия? Значит, когда они собирались, там вот главный злодей, он приехал, открыл багажник машины, там рука выпала окровавленная. Ну, так. Значит, в испанцах было все то же самое. Лучше ты не будешь смотреть, я тебе расскажу. Первый сезон заканчивается серией, где мы с тобой, если бы эту серию смотрели, мы с тобой бы посмеялись бы. Как остальные зрители будут ее серьезно воспринимать. Что происходит в финальных роликах первого сезона? С ними выходит на связь, включается рация. И с ними начинают говорить люди. А они у них спрашивают, вы кто? Вы на Земле? Она говорит, нет, Земли нету. А где же вы тогда? И они потом в видео, в связь выходят, и там висят космонавты. Они говорят, извините, мы на орбите висим, а нам приземлиться нет. Ну, да. Ну, вот. И они говорят, можно мы возле вашего корабля где-нибудь упадем, а вы нас подберете? Как говоря, они не будут на этом корабле. Они там питались, значит, чем рыба? Рыба, рыба. Там были проблемы, да, что и рыба не было. Просто мне эти персонажи просто не понравились. Их залованные дети какие-то. Да, да, мажорчики. Я знаю, что тебе на уме вот этот вот проблем. Мне, кстати, мне другое интересовало. Они там питались. Мне больше другое заинтересовало. Не пища, а вода. И якобы на корабле, на том стоит, не знаю, реально есть такие аппараты, которые соленую морскую воду могут пресную перегонять? А вот я не знаю. Честно говоря, я не знаю. Вот это мне больше всего... Ну, это же несложно проверить. Потому что... Еда это еще полбеды. Ну, там у них, да, у них там каждую серию... Ну, да, прежде там можно. Совсем связь не касается. Алло. Вот это сейчас смотрю ролик. Вот этот наш друг из Испании снял. Антон, он же Ал. Я его выложил на своем новом канале. Назвал его Антарктида, соседняя сота. Такие интересные вещи рассказывают. Там, правда, надо корректировать. Там человек был в соседней ячейке, на самом деле. Когда он вернулся с нее, он начал всем рассказывать, этот датчанин. Его на 24 года положили в психушку, чтобы он не рассказывал сказке, что там где-то соседние ячейки есть. И когда он, да, вышел из психушки, он до конца своих дней рассказывал историю, как они с отцом попали в соседнюю соту через Антарктиду. Ну, понятно. Мне очень многие предлагают, говорят, вот, надо, значит, этот самый сделать. Поход? Ну, да, да, да. Надо, значит, сделать поход, надо собрать людей, собрать туда целую бригаду и так далее, и так далее. Ну, они, конечно... Ну, да, да, да. Ну, такое. Ну, да, я согласен. По идее, конечно, это было бы здорово. Ну, я же понимаю прекрасно, что расстреляют в паспорции. Да. И, конечно, за это нечистое. Ну, и плюс, как даже для того, чтобы туда доехать, это ж надо денег нормально собрать, это серьезное... Ну, это не так, что, знаешь, там... А, да, взял, елся, поехал. Это ж не в Крым приехать. Ну, я уже посчитал, нужно не меньше миллиона долларов. Ну, я не знаю, насчет денег я не считал, но то, что там нужно кучу денег, и это очень серьезное... Ну, это все серьезно. Это, конечно. А мне еще нравятся люди, которые пишут, говорят, А чего вы, говорит, паритесь? Если вы, говорит, хотите и дрон запустите, пожалуйста. Дрон. Да, конечно, еще вопросы. Сейчас пойду, куплю себе дрон и запущу. Это ж так, какая, да? Путует версия, что патриарх Кирилл, а япончик, это один и тот же человек. Не видел? А, да, конечно, видел. Я же... Ну, а ты как отнесся? Серьезно или по барабану, или поверхностно? Или как там? Не понял. Ну, смотри, был авторитет этот, япончик этот. Потом из него сделали патриарха Кирилла. Ты как думаешь, это шутка блогеров, или есть такая вероятность? Я думаю, что это вероятность очень высокая, потому что знаю, насколько вообще наши власти, ну, они без... Ну, ты прав, в общем, так и есть. Да, да. Я иногда шучу, говорю, если его раздеть, то вы увидите наколки. Конечно, это будет тоже. Причем, когда я выступал на конференцию, и когда я вам обычно сказал, кто-то из зрителей, что если сравнить даты, когда исчез, и появился этот патриарх, это примерно одно и то же время. Ну, там два-три дня. Его убивают со снайперки на улице, прилюдно, чтобы все видели. Ну, понял, как это делается? Конечно, конечно, конечно. А потом через три дня появляется патриарх Кирилл. Да, да, да. Это я здесь даже не сомневаюсь. Просто хуспа, вот это, да, это главная вообще их идея. То есть, наглость настолько невероятная, настолько наглая, настолько вот она такая, что... Поэтому, конечно, я скажу, и он заменяет основу. Можно даже по этому поводу сделать ролик, коротенький. Да, 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 да. Можно, да. Пусть пуканы взрываются. Он же ж на Антарктиде был. А вот подробности, как он туда, ты не сталкивался, где он пеневин? Нет, он, в смысле, он это кто? Патриарх Кирилл был недавно на Антарктиде и кормил пеневинов. Есть видео. Да, но меня в другое заинтересовало. Знаешь что, никто на это не обратил внимания, но это, может, просто моя сенсорика. Он на эту Антарктиду отправился из Мурманска и недолго до нее ехал. То есть, в размерах плоской земли все сходится. Ну, понял, что получилось? То есть, нам сказали, что на Антарктиду, это, получается, надо туда лететь, вниз земного шара, вымышленного. А вот просто... Да, на Мурманск. Там теплоход сел, прилетел, там, сколько километров? Ну, понты. Я очутился среди пеневинов в Антарктиде. А потому что круг. Я вот до сих пор не могу понять. Вот мне многие люди задают вопросы. Они настолько не то, что глупые, они какие-то... То есть, мне человек пишет, а как же тогда крутосветные путешествия? Или, например, вы говорите, ты, как евро, подтверждаете, что, значит, Солнце и Луна, они круглые. Круглые как... как это... как шар. То есть, как он сказал, если они круглые, тогда почему вы говорите, что Земля – это День? То есть, у него в голове у человека идет, что если Солнце круглое, то это должно быть как шар круглое, а не круглое, скажем, как тарелка. Ну, условно говоря. И вот такие вот вопросы, ну, настолько вот они примитивные, настолько вот... Ну, надо просто чуть-чуть подумать просто на этим вопросом, и ты сам дашь мне в ответ. Ну, вот мне аналогичный комментарий полузлобный человек оставил. Котляров, хватит людям чушь про сотовую структуру нести. Ты сам хоть посмотри на любой фрукт, на любое семечко, они все круглые. Ну, как человеку объяснить, что если под микроскопом они все сотовые? Ну, вот так же, Земля. Я, кстати, новый термин, у него вчера Саша, Институт Б, обрадовался, Котляров выдвинул это, отказался от сотовой земли и продвигает это. Об этом Вячеслав поподробнее. Я, кстати, сейчас сам пытаюсь это, но я не хочу эту статью это и сам пока делать. Может, соберемся. Наша Земля векторная. Векторная? Да. Так, ну, ты по-моему, подробнее. Сейчас. Я тебе просто, чтобы тебе было легче воспринимать, я тебе просто сейчас один вектор пришлю, и вот это Саша когда-то услышал, ему так заинтересовало, он говорит, расскажи теперь это, он отказался от сотовой земли. Я-то знаю, что я говорю, вот я тебе сейчас покажу один вектор. Вообще наш, Сережа, весь мир векторный, реки векторные, человек векторный, вот пресловутый рисунок Леонардо да Винчи. Птицы, когда летят, они тоже векторные. Мы даже ходим векторами, мы сами не знаем этого, но мы с тобой ходим векторами. Вот я тебе два варианта вектора прислал, чтобы было понятно, что такое вектор. Сейчас, сейчас. Ага, ага. Так, вектор. Вот самый первый скриншот, вектор как выглядит. Так, это какой-то... где три палки в разных? Да, да, это вектор. Да, да, это вектор. Ну, я же говорю, знающие люди должны понять, что я прикалываю. Ну, знающие люди, может, и поймут, а я что-то пока не очень понимаю. Ну, это частица просто соты, ну, посмотри. Элемент соты. Ну, сейчас. Просто мне друг собрал целую статью, я говорю, давай, Слав, ты сам это запишешь, я тебе отдельно запишу, потому что то, что ты рассказываешь про вектор, это все правильно, но, наверное, пускай лучше ты ролик этот записал. Запишешь. Ну, вот я тебе еще вектора скинул. Вот, на последнем скриншоте вектора тоже показываю. То есть, понял, вот, обрати внимание на самый первый скриншот, вектор это все лишь серединка соты. А, все, я понял. Все, понял, понял. И в фильме «Машина времени» «Назад из будущего», он же когда придумал вектор, он только тогда, это же понял откуда рисунок, только тогда смог путешествовать во времени. Да, 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 это же его это, это из его этой машины времени. Вот, 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 что интересно. Да. Наш мир векторальный. Ну, вообще, он мне такой список загнал, перечень векторов, я, честно говоря, это где-то подзаписывал, потом говорю, Слава, ты, наверное, давай тебе отдельно про вектора. Ну, вот, человек, да, когда становятся ноги на ширину плеч и руки вверх подымает, это же он тоже вектором становится. Ну, мы вообще вектор, ээээ, да я записывал, там он такой список мне это. Но самое большее мне понравилось, что мы ходим векторально. Мы перемещаемся по нашему миру, сами не замечают, что мы нарезаем сотовые диагонали. Вроде мы идем для нашего понимания, как мы думаем, а на самом деле мы всегда движемся векторально. Как реки, вот, они же все, деревья все векторные. Да вообще все векторное, что я перечисляю. Так, а где же это? Кто не выдерживает для меня это как это? Я расцветаю сразу, когда песня какие-то слышу. Лени что-то раздражается, а у меня это. Наоборот, сплошной позитив. Сейчас бы кто-нибудь это, был бы, начал бы там расстраиваться, что мешает. Так, а где же целый список векторов? У меня вон в статье есть только про векторы, особенно мне поразила статья. Векторный мед. Вектор это просто часть соты, в общем. Я это уже понял, что это вектор это часть соты. Ну вот, ну там, просто люди, я же говорю, что может так плохо воспринимают это. К одним придется со стороны векторов зайти. Этот найти медовый спас. Спас готов рукавички про запас. Кстати говоря, насчет спаса. Я когда был, если я не помню, говорил или нет, когда был на фестивале, там заказал у одного умельца, который порежет там дерево, кости. Я у него заказал как раз звезду сворога. Да, ты мне говорил, и он копейки по тысяче рублей всего лишь попал. Да, да. И вот он, по идее, должен был сегодня мне ее вообще сделать. Но сегодня мне позвонил, сказал, что у него там какой-то аппарат сломался, поэтому только завтра ее сделает. Ну, в общем, неважно, потому что придется ему, наверное, по почте мне отсылать. Ну вот, будет у меня, я надеюсь, скоро уже моя звезда сворога. Здорово. Так, что-то, а ну-ка, это вообще бомба. Ну что тут за бомба написал? Путешествия во времени... А, это не бомба. Путешествия во времени это не бомба. А, вот так, медовая веда называется. Так, 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 так. Хоть бери этот сайт, на микрофон записывай. Балдеть. Правда, придется корректировать. Ладно, я тебе на всякий случай скину этот сайт. Мало ли, всякое бывает. Здесь про вектора подробно с точки зрения медовых вед. Книга «Медовая веда», надо так и называть. Медовая веда, да, я вижу. Человек просто подробно про вектора. Ладно, хорошо, тогда давай. Я тут, мне надо звонить уже. Понял, понял, понял. Так что позвоните, когда уже, наверное, в Москву приеду. Все, добренько, Сереж. Все, я на связи. Спасибо, пока.